Здравствуйте, меня зовут Артем, я вас приветствую на канале Феромон ТВ. Тема нашего сегодняшнего видео будет барный инвентарь, с которым вообще работают бармены чаще всего. И первое с чего мы начнем это шейкер, с чем чаще всего бармены работают. В нашем случае это Boston шейкер, он состоит из двух частей. Первая часть это смесительный стакан, в котором закладывается лед при приготовлении коктейля для охлаждения. Вторая часть это уже у нас для смешивания. Сюда мы уже заливаем весь необходимый алкоголь, либо другие напитки, ну кроме газированных. Газированные ни в коем случае не стоит смешивать в шейкере. Все это соединяют хорошенько и встряхивают. Кстати, шейкер именно пошел название встряхивать. Далее, с чем чаще всего используют бармены шейкер. Это стрейнер. Стрейнер необходим для того, чтобы отсеять крупные частицы, такие как лед и фрукты нарезанные. Их соединяют с шейкером. Таким образом получается, оставляется место для того, чтобы наливать коктейль. И все это, придерживая пальцем, мы переливаем. Далее это дабл стрейнер. Он используется для того, чтобы уже отсеять коктейль от мякоти, от всех мелких частиц и чтобы уже коктейль получился максимально однородным, без ничего лишнего. Также встречается вариация это комбинирование. Например, сначала идет шейкер с трейнером и уже бокал приливается через дабл стрейнер, чтобы и крупные и мелкие частицы полностью отсеять. Далее. Далее, с чем бармены обязаны работать, это джиггер. Джиггер состоит из двух частей конусообразных. Вот так вот он выглядит. Обычно это называется верхняя часть, самая большая, это джиггер. Нижняя, которая поменьше, называется пони. Как лошадка-пони. В джиггере вторая часть, да, в два раза больше, чем первая. Что довольно-таки удобно. Отключаются бармены. Также его используют обычно в качестве мерного стакана для приготовления коктейлей. Далее. Далее это у нас питчер. Питчеров есть очень множество видов. Есть большие, есть маленькие. У каждого своя задача. Большие обычно используют для приготовления каких-то горячих коктейлей. Например, то же самое глинтвейнов, взбить молоко для капучино, латте и много другого, что вам нужно объемно разогреть. Маленький печер обычно уже используют для небольших объемов жидкости. Например, если необходимо приготовить латте, то всегда заливают сначала свежесваренный кофе, после чего уже накладывают слой на латте-макиято. Также, если вам необходимо разогреть молоко, либо сливки, подать отдельно к американу, либо к чему-либо другому, то также используется маленький печер. Далее. Нарзаник. Тоже очень важный инструмент бармена, и не только бармена, также и сомелье, официанта. Также его называют еще нож сомелье. Обычно нарзаник используется для того, чтобы откупорить бутылку вина. Он состоит, получается, из винта, подножка двухступенчатая и сам нож, чтобы вскрыть этикетку. Далее это у нас гейзер. Есть очень множество всякого рода гейзеров. Есть металлические, есть пластмассовые, есть резиновые. В нашем случае это вот такой вот резиновый гейзер. В нем есть сам носик и две дырочки. Одна дырочка для того, чтобы поступал воздух по току, чтобы равномерно подавалась уже струя алкоголя либо другой жидкости. Также гейзеры очень полезны в случае приготовления шотов, чтобы равномерно положить слой небольшой струей, чтобы не повредить структуру слоя. Также, если необходимо приготовить какой-нибудь шот наподобие медузы либо хиросимы. В барме в таком случае обычно пальцем перекрывает основное отверстие для подачи жидкости, чтобы через отверстие, которое поступает воздух, подавать каплями необходимый алкоголь. Таким образом создавать нужный эффект в таких коктелях, как медуза и хиросима. Далее у нас идет сквизер. Такая вот конструкция, напоминающая нам пресс для чеснока. В детстве, наверное, у всех он был дома. Необходим для того, чтобы выжимать сок, например, лайма, лимона, апельсина и много другого, с чего можно выдавить сок. Держится половинка лимона, сюда закладывают, нажимают, спрессовывают, выдавливают сок. И по необходимости, например, оставшуюся часть выдавленного лайма либо лимона, можно использовать для украшения на коктейлях. Следующим барным инвентарем у нас будет барная ложка. Барная ложка это одна из самых незаменимых вещь в баре. Барная ложка своим видом напоминает чайную ложку. Отличительной ее чертой лишь является то, что она удлиненная и ручка у нее скрученная. Также на конце барной ложки очень часто встречается несколько видов наконечников. Первое это можно встретить таблетка для слоистых напитков. Второе это, как в нашем случае, это вилка для того, чтобы удобно было насаживать лимоны, лаймы, либо просто декоративные моменты. Ну и последним барным инвентарем у нас будет мадлер. Ну или толкушками, как по-другому еще ее называют. Обычно она используется для перемалывания ягод, сахара, различных трав, для того, чтобы выдавить эфирные масла. Мадлер состоит из двух сторон. Первая сторона это ребристая, вторая это гладкая. Гладкую используют в том случае, если у вас, например, в коктейле нужно выдавить только сок из фруктов, то используется гладкая основа, чтобы не забивать ребристую основу, тем самым не усложняя себе его промывку. На этом видео наше подошло к концу. Надеюсь, оно вам очень понравилось. Команда Феромон ждет вас к себе в гости, чтобы вкусно подымить, вкусно выпить, вкусно поесть. До свидания.